Приветствую вас и в вашем вопросе два вопроса, в вашем тексте содержатся два таких взаимодополняющих вопроса и на крайний из них я постараюсь вам ответить. Значит, по-первых, хочется сказать так, что игнорирование человека метод действенный только в том случае, если сам человек осознает, что он виноват. И пытается вас вывести на контакт с собой. Тут существует определенная грань, когда человек пытается наладить с вами контакт. Когда он вроде бы это делает, то есть налаживает все-таки с вами контакт. Но, если он не видит сколько-нибудь адекватного результата от того, что он делает, то он может просто-напросто перестать проявлять вам вообще какое-либо внимание. И игнор очень полезен на начальных стадиях, то есть, если, например, вы расстались со своей девушкой, потом резко начали как бы стереться, она пытается вас вернуть, или вы пытаетесь выходить, точнее, ее вернуть, но не возвращаете и игнорируете ее, надеясь, что она будет вас добиваться. Здесь самое главное не перегнуть палку, то есть, когда увидите, что девушка уже вот прям из последних сил старается вернуть ваше расположение, или хотя бы, чтобы вы отвечали ей, то здесь все-таки игнорирование нужно прекратить, потому что, ну, ничего хорошего оно не даст вам, кроме только того, что девушка перестанет вообще с вами обчитаться. То есть, чем дольше вы человека игнорите, тем, по сути, больше шансов, больше вероятности, что он перестанет надеяться на то, что можно вернуть что-то, ну, между вами. И если он перестанет надеяться, если он перегорит, если отчаяться, то в таком случае, получается, что вы игнорами сами себе навредили. Получается так. Если предположим, что вы все-таки в нужный момент, вот когда вы сами почувствовали, что вот все хватает, то есть, его все равно быть в меру, и если вы уже игнорируете просто, чтобы игнорировать, то это ничему хорошему в отношениях не приведет. Вы, по сути, будете только надевать себе цену и показывать девушке, что вы уже не то, что не можете начать с ней общаться. Вы не хотите, не хотите этого. И зачем стремиться к человеку, который не хочет идти на контакт? Соответственно, шансы здесь, если выращать их на графике, то это такая ниспадающаяся кривость. То есть, чем дольше... Нет, даже не так. Даже не так. На графике это будет выражаться так. От начала точки хатшета до определенного предела шкала будет идти по нарастающей. А потом, в какой-то момент, она будет резко, очень резко идти по убывающей. Очень резко. И это примерно как, вы знаете, игра на бирже. То есть, там... Вот. Шрак делает ставку, смотрит, выигрывает на разницу. Вот, ладно угадать момент на момент, когда ставку сделать и когда ставку за ксей. Если с моментом не угадал, то проиграл. Если момент подобрал верно, то выиграл. Но это зависит от случаев. Здесь, в отличие от биржи, здесь все-таки расследуют некоторые связки. И, вот, важно вам, как бы, резко игнорировать до того, как шкала пройдет вниз. И наибольшие шансы вернуть девушку, именно тогда, с помощью игнора, тогда, шкала идет вверх. Пока шкала идет вверх, шансы вернуть девушку больших. Если шкала пойдет непреско вниз, то шансы моментально, очень сильно, чуть ли не на 100%, у вас будут снизены. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok